Мир не без добрых людей и о хороших поступках нужно знать. Представители строительной фирмы «Ричхаус» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Махачкалы. Сотни детских улыбок ожидали гостей в стенах интерната. Алина Багилова с подробностями. Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть счастливым. Если рядом есть любящие родители, это все осуществимо. Но есть, к сожалению, случаи, когда волею судьбы ребенок оказывается в детском доме. И очень важно здесь внутри создать детям тепло и ют, которых они по разным причинам были лишены. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних именно такой контингент детей. Здесь стараются в меру сил и возможности помогать своим подопечным. Благо, есть люди, которые в этом их активно поддерживают. Накануне центр посетили представители строительной компании «Ричхаус». Так, дети, дети, мы теперь можем даже посмотреть презентацию разных уроков по ноутбуку. Спасибо! Разрешите вручить благодарственное письмо генеральному директору Амарову Сайгиду Магомеду Басировичу за оказанную помощь. Мы очень вам рады, чтобы у нас появился такой спонсор, друг, товарищ, к которому мы можем обратиться в любое время. Спасибо вам большое, вам и вашей команды. Наша религия нам велит, чтобы мы стремились, так сказать, обгонять друг друга в благих намерениях, так сказать, в благих деяниях. И что касается этого места, то чужих детей нет, и именно поэтому мы решили своим маленьким примером преподнести, так сказать, массы, чтобы все люди стремились к этому. Хочу сказать большое, встретили компания «Рич Хаус» за акцию, которую они провели, за подарок, за внимание к этим детям. Вы, наверное, видите, как они общаются, что детям необходимо внимание и забота, потому что они должны социализироваться в обществе, найти свой дальнейший путь. У каждого ребенка свои желания, такие наивные и простые, с легкой печалью и добротой. Ну, даже не знаю, что сказать. Я пожелаю бы здоровья моей бабушке, которая трудится там в своем селе. И еще моему дедушке тоже. Ну, всем в окружающей среде, которым мне родны, тетя, дядя, все я им пожелаю здоровья, даже чужим людям. Наверное, забота от отца. Когда мне было 9 месяцев, мама с папой развелись. Что тебе больше всего запомнилось в новом году? Что я провела этот праздник с семьей. Я хочу куклу с такой сумочкой, которая ее распакует. Я такое хочу. Я так хочу, чтобы снег посол и елка была. Они лишены самого главного в жизни – семейного уюта и теплоты. И задача общества – активно помогать таким детям. Ведь ничего особенного и невозможного они не просят. На частичку внимания и заботы ребенок всегда ответит доброй улыбкой. Алина Багилова, Батимат Норичуева, телеканал ННТ Махачкала.